Здравствуйте, добро пожаловать на канал ДПЛАП. Сегодня мы вам расскажем о нашем новом проекте, который называется Четверяйка роскошный. Данный агрегат был сделан на основе трайка Ситикока, то есть был он его прародителем. Как вы могли видеть в предыдущих видео, что трайк Ситикока пострадал в результате несчастного случая и немножко обгорел. Это по причине того, что мы использовали батарею со сломанным БМС, с отключенной БМС, и короче из-за перезаряда произошел несчастный случай. Взорвалась батарея, чуть не спалила гараж, но мы решили дать второй шанс и дальше жить этому трайку. Вот он переродился в Четверяйк, потому что это сложно квадроциклом назвать, пускай это будет Четверяйк. Что осталось от предыдущего трайка? Задняя балка, двигатель с дифференциалом, двигатель, насколько я знаю, типа в номинале написано 3 киловатта, но реально он сильный. Вот так вот нас обманули китайцы в обратную сторону. С двигателем что было сделано? Были добавлены сальники, потому что не было сальников, кое-что переточено. От матиза мы брали, а резина вообще такая ставится на авито-покупальне, на опу, чтобы мега проходимая АК была. Резина на самом деле плохая, она очень мягкая, как бы вот при испытаниях сильно сточили. Амортизаторы поставили от моего гризлика, я другие переставлял, более тюнинговые, это в дело пошли спереди. Два амортизатора сзади, один жестковатый, конечно, но в принципе ничего, то есть он как бы под моей соткой продавливается. Передняя подвеска рычаги по классике, от классики, вот, с разборки, все покрашено, записка струйна, вот, тормоза двухконтурные, зад и перед тормозит очень хорошо, вот, трубы, из чего и вам трубы я забыл. Да, это не водопроводные дюймовые трубы, это все как надо, все погнуто, приварено, руль вроде родной остался, перевариваем газовую с Алиэкспресса, батарея 20ES и NMC 60 АЧ, плюс внутри встроена сразу зарядка, то есть 220, вот, подсоединяем только на, вот, подсоединяем 220, идет зарядка. Потому что научный горьким опытом зарядки от лабораторных блоков питания заканчивается плохо. Также внутри стоит БМС, можно даже по блютузу посмотреть состояние батареи, ну, вот и решили еще сделать такие роскошные подставки из такого роскошного перфорированного алюминия. Вот, собственно, крылья, какие-то крылья универсальные для прицепов, не знаю, из ПМД, наверное, сделаны. Сознанно, да. Сопливо смотрится, но на то это дешево и сервило. Данный 4А будет использоваться в моем хозяйстве в качестве такой технической тачанки, вот, сюда будет прицеп ставиться, ну, там, для всяких земляных работ. Узкая колея в нашем случае, в нашем случае это наоборот хорошо, потому что мы будем использовать это для перемещения по пешеходным дорожкам. Собственно, максимальную скорость, я думаю, в районе не измеряли, ну, сейчас измерим на испытаниях, да, как раз и узнаем, вот. Батареи, я думаю, будет хватать намного. Ну, собственно, вот такая вот шикарная вещь получилась, вот. Хочу вам представить разработчиков, это Иван, вы его любители полудизелей и прочих двигателей внутреннего сгорания начинает делать электрические тачки. Тачки, и Николай, Николай, покажите мне. Это любитель турбодровяной тяги. Николай, тяжело показать. В описании будут ссылки на их канал, и посмотрите, у парней много всего интересного. У нас теперь образовалась такая небольшая, ты снимаешь, нет? Да, да, да. А, так, у нас образовалась небольшая такая коллаборация, я думаю, мы много чего замутим, сейчас поиспытываем вот на таких вещах и попробуем сделать какой-нибудь более серьезный проект на электрической тяге. Вот, позже, я думаю, вы увидите. Ну что, приступим к испытаниям. Хотел бы показать, господа, вот здесь у нас имеется показометр, офигенный прибор, показывает напряжение зарядовой батареи. И назад, вперед, или вперед-назад, сейчас поймем. Вот это куда, вперед, против, вперед. Вперед, вот это назад, вот это назад. Газ очень резкий, я уж не знаю, это у контрольера какие-то глюки. У него на первых, на 5% обороты ручки газовой, 80% помощи получается. Такая вот себе штука. Ну, привыкнуть, ехать лучше. Понеслась. Ну, в принципе, прикольно. Тормоза нажми. Смотри, ну что, как там мы максималку измерили? Так как Ваня у нас полноценный человек, с меня лапами, я ему будет как-то сподруще. Да, давай. Так получится это? О, 45 км в час. Ну, вполне для этого, ЖКХ машинки пойдет. Нормально. Дорога еще не очень неровная. Так, дворем. А ты куда-нибудь, я вот так вот? Это не, не-не-не, давай, вывдох. Куда туда вперед? Куда дальше чуть-чуть. Небольшой укроп. О. О. Давай-давай, вытолкаем. Растолкаем. Надо ему дифф, блокировку, блокировку на сварку сделал. Ну, на самом деле, если бы у него не было диффа, то на нем кувырдуться бы можно было очень сильно. Для безопасности пойдет, все-таки это не для упро. Ну, видишь, езди так, подвесок не тянешь. Ну, попробуй. Ну, толкай мне. Ну, сюда. Сюда. Ну, ты аккуратнее, не прыгай со всего разгона. Ну, ты так, я точно не прыгаю. Ну, ты так, раз, и там набирай. Нормально. Давай теперь обратно. Такая у него мордочка симпатичная, маленькие глазки. Надо рисунки сделать. Why? Это все засняло. Да, я все засняло. Я не взглядом рисковал жизнью. Надо это, слушай, поправить. Дай мясо, защита у меня есть и шиш-ли-мак. Вот, кстати, я хотел вам, как господа, показать, полите сюда, что у него была, это не мои кривые, это у него врожденная травма была родовая. То есть, из-за того, что это донор у него был сити-кок, у него как-то задний этот майник или как-то... Да, повернут, криво сварен. Ну, да, криво сварен, и пришлось, чтобы колеса были ровные, его закривить немножко. Ну, ладно. На движение не влияет. Вот. А здесь это, ну, три. Можно подключить, чтобы подключить. Может, минус вот этот надо, который хотел. Вот, вот, вот у нас. Слушай, подожди, надо порвать. Слушай, надо порвать, да, там где рвать? Надо порвать, чуть-чуть. Твои впечатления, хоть. Ну, что, можно как бы устребаться и... Навьё. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ребята, это просто роскошь. Смотрите продолжение в следующей серии. Ребята, это просто роскошь. Ребята, какая роскошь, роскошь, ребята. Ребята, это роскошь. Как слива в одно место. Ребята, это роскошь. 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 Ребята, какие роскошные полы у нас получились. Ребята, это роскошь. Короче, вот такая вот у нас интересная штука получилась. Надеюсь, она найдет применение в моем хозяйстве. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. ДАСКОРОСТРЕД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова